События шоу развернутся в альтернативной вселенной, в которой 300 лет назад ведьмы согласились сражаться за США, если их перестанут преследовать. Главные героини – три молодые девушки-новобранцы, которым предстоит защищать страну от разнообразных угроз, используя оружие и магию. Для начала, почему на этом грёбаном постере все на меня орут? Может, хотите, чтобы я Дизеля позвал? Слыхал, он там ведьм на раз-два гасит. Вот так-то лучше. Серия начинается с того, как какая-то мадам пускает шептуна. Шарику это немного не по душе, и он лопается. Многих не на шутку задевает смерть шарика. А наша шептуня пытается скрыться с места преступления и закурить, но немного промахивается. Курение меняет людей. Видимо, отправилась к королю севера. Он мой король. С этого дня и до последнего дня. А вот это вообще ни разом не палёный графон. Заставка. Переносимся к... Я не знаю, как тебя зовут, поэтому будешь Сабриной. Так вот, переносимся к Сабрине, которая занимается врачеванием. Ведь кто просит, получает. И кто ищет, тот найдёт. И кто постучит, тому точно откроют. Ибо это твоё царство. А в это время? Окей, ты будешь Дриадой. Дриада прощается со своим парнем. Ты поступишь в институт. Найдёшь девушку, женишься, и всё у тебя будет хорошо. Иди. Мне пора. Ну а третья зачарованная прощается с мамой. Чему мама не особо-то и рада. Сама готовь прощальный ужин, раз так не терпится помереть. А вот мама Дриада напротив. Ты ведь не подведёшь нашу семью, верно? Сэр никак нет, сэр! Между делом мы узнаём, что шептуня это серийник. Сирийники — это радикальная военная организация. Пидорани все. Сирийники используют звук для того, чтобы распространить проклятие. Вот уроды. Девчули дают клятву спецэффекту. Всех врагов. Иностранных и внутренних. Я буду верно служить и соблюдать правила, установленные руководством армии Соединённых Штатов. Хранить её секреты. Добровольно выполнять закон. Ва-ва-ва насрать забыть. И отправляются в Салем. А поскольку сейчас по миру гуляет всякая зараза, хлопки запрещены. Вместо них есть топки. А пока вот эта мадам толкает речь о том, как она 327 лет назад, хорошо сохранилась, заключила мир с военными и присягнула на службу. Стоп. Девушка, 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 девушка. Неужели за 327 лет эволюции ведьмин дар не передался ни одному парню? Да, хуй его знает. А, да, мужи ведьма же в другом сериале. Фак. Девчули отправляются в казарму, где их снова ждёт речуга. Я сержанта на Косте Куортермейн. Ну и ёбичное же имя. Моя задача помочь вам пережить базовую подготовку, чтобы военный совет решил поступить вы в военный колледж или нет. Самый лучший из лучших сар. Отвечник. После чего Фиби, Прю и Пайпер заселяются в свою комнату, где уже знакомятся получше. Вперёд и к славе, солдаты. Ура, ура, как на постере. И, как всегда, у нас есть три характера. Бунтарка, патриот и... Плюшка, яхазе. Это не пройдёт инспекцию. Вот и узнаем. Кто отдал свои жизни, мы храним о них память. Стоп. Когда я включил фильм «Идеальный голос»? Три, четыре. А, нет, это вторая часть Ямалановского повелителя стихий. Сабрина сливается с песнопений и находит Анга. Будь он бабой. Маги воздуха подлежат уничтожению. На полигоне Сабрина знакомится с... Будем честны, в первой серии вы всё равно не запомните её имя. Я Сцила. Ну окей. Прогульщиц ловят и отправляют к их сержантам. Мне жаль. Ты тупой, рядовой куча. Не еби мне мозги, куча. Солдату Джейн не особо по кайфу прогулы Сабрины, так как из-за этого падает её рейтинг. Я не позволю тебе меня тормозить. Да и Талли тоже. А на гражданке происходит очередной теракт. Сегодня произошло очередное нападение серийников. На этот раз пассажиры круизного лайнера прыгнули с него и утонули. Болтовня, болтовня, болтовня и треня. Плюс болтовня. И вот здесь моя чуйка на бред навострилась. Ещё в начале нам показали, как ведьмы тренируют свою ведьмучесть. И как по мне, они и должны её тренировать. Чтоб там тот же дождь убрать или грязь высушить. А вот такая трения, как по мне, больше подошла бы как раз людям. Оказывается, что это как там её? Я Сцила. А, да. Некромант. Почему тебе можно не участвовать? Я дивергент. Я некромант. И девчули решают вместе позависать. Хлопай ресницами и взлетай. Пресницы не забывай. Но оказывается, от зависаний бывают последствия. О чём вы думали? Вам нужно в медпункт. И снова же выходка Сабрины не особо радует вот эту. И она приходит к старшей. Я хочу перевестись. Вообще похуй. Твой запрос отклонён. Так, если эта мадам за 327 лет не постарела, то сколько этим ведьмам лет? Снова трения, и я снова не понимаю, на кой ведьма Амфис подготовка. Сабрина же снова гасится. И читает письма, полученные ранее, из которых мы узнаём, что мама Сабрины испытывала не самые светлые чувства к маман соседке. Я виню нашего отважного лидера. Она много раз подвергала нас неоправданному риску и её превосходительство. Генерала Петры Беллвезера. И снова же, вместо того, чтобы кастовать фаерболы, девчули машут кулаками. А вы точно уверены, что вы ведьма? Перепалка заканчивается непроизвольным штормом. Все отправляются по комнатам, и звучит отбой. То есть, серьёзно? В драке у вас кулаки, а для сигнала вы используете магию? Вместо того, чтобы взять какую-нибудь приспособу. Блин, да как вы войны-то выигрывали. С такой расстановкой приоритетов. Давайте не будем спешить с выводами. Ну, а между некроманткой и Сабриной возникают светлые чувства. Мне это даже понравилось. Наступает новая трения. На этот раз не такая бесполезная. И эта трения показывает, что в этой троице что-то да есть. Песнопение прерывают довольно изящным способом. А, ещё я понял, почему на постере все орут. Так как ведьмы здесь используют голос, чтобы колдовать. То на постере это и показано. Ну, почему же так, сука, стрёмно? Не, серьёзно, у меня от этой фотки пятки потеют. Хотя вот здесь они довольно милые. Болтовня, болтовня, болтовня. И оказывается, что всё это время за убийствами стоял шарик. Да ладно? А, не, оказывается, что серийник это наша некроледи. Конец серии. В общем, признаюсь честно, первая серия не так плоха, как я думал. В ней есть несколько спорных моментов. Но, как таковой явной глупости я не наблюдал. Некоторые спецэффекты местами пованивают. Но некоторые довольно даже неплохие. Конечно же, понятно, что это феминистический сериал. Но этим тут не душат. Здесь нет агитаций, что мужики плохие, во всём видоваты мужчины. Да блин, тут и мужиков-то почти нет. Разве что вот любящий отец и парень для галочки. Мне пора. А поэтому первой серии от себя я поставлю три зачарованных из четырёх. А если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала. А также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу в АК и Инстаграм. Буду очень благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов и...